Представьте, это каждый из нас. Сразу хочу сказать, что вот этот условно изображенный человечек – это все мы, начиная с внутриутробного развития. Потому что всегда задается вопрос, а с какого возраста, а кому это надо, и почему это надо. Вот на них представьте, что независимо от того, где в какой стране, в каком вы возрасте, в национальности, какие у вас половые принадлежности, мы с вами устроены одинаково. Мы ничем друг от друга не отличаемся. И всем нам нужна энергия для жизни. Поэтому воздух имеется в виду, это наличие кислорода, понятно, вода. И в еде, на сегодняшний день мы все время обсуждаем, что же необходимо. Нам необходимость получать аминокислоты, витамино-микроэлементные комплексы. То есть качественные пищи. Конечно. И естественно, та пища, которая на сегодняшний день есть, вопрос вопросов, мы недополучаем основных веществ. Поэтому вы видите на этом слайде слово «недостаток». Мы в недостатке, мы испытываем катастрофический дефицит по очень многим важным пищевым ингредиентам. А по некоторым мы испытываем избыток ингредиентов. Я имею в виду углеводов. Очень многие на сегодняшний момент значительно больше употребляют углеводов, чем требует их организм. И все вы прекрасно понимаете, что если осуществился вход жизненно важных продуктов, вот попало в наш организм. Не забывайте, что организм наш, это имеющие постоянно вечные двигатели. У нас есть системы, которые не отдыхают ни на секунду. К ним относятся сердце, легкие, почки, печень. Это постоянно действующие агрегаты в нашем организме. Скажите, пожалуйста, если они работают, отходы будут? Разумеется. Бензин залили в машину, будут выхлопные газы. Заложили топливо в печь, камин, дрова, зола будет. Отходы будут. Отходы есть всегда. Так работает любая система. Если есть вход, должен быть выход. Вдохнутый кислород выделяется через легкие в виде углекислого газа. И поэтому, когда имеется избыток, вернее, вот это состояние, как оно должно выводиться, в нашем организме есть системы, которые называются, и они приспособлены именно только для этих функций, для вывода. Вы видите на слайдах, что это желудочно-кишечный тракт с его конечным отделом толстого кишечника, почки. Это главные выделительные системы и дополнительные выделительные системы кожа, слизистые, легкие. Это дополнительные выделительные системы, которые включаются тогда, когда наши основные системы по каким-то причинам не справляются с удалением переработанных материалов. И вы видите, указана тема лимфы, сердечно-сосудистая система. Да, это главные коллекторы, которые обеспечивают нашу жизнь. Да, они нагружаются. Да, они включаются в процесс вывода. И посмотрите, наверху написаны кисты и камни. Это тоже как вариант сбора шлаков и токсинов, которые формируются на коже в папилломах, бородавках, видимые и невидимые образования. То есть организм всячески начинает это собирать и складировать. Для того, чтобы наш организм не отравился. Он начинает складировать различные укромные места в нашем организме. Причем мы как врачи с таким большим почти, ну, по 30 лет мы провели в медицине. И сегодня нам горько осознавать или как бы наоборот радостно от этого. Я всегда в больших аудиториях говорю, для вас всех хорошая есть новость. Нет диагнозов. Вы скажете, как диагнозов нет? Доктора же ставят диагнозы. Да, он вынужден ставить. Но есть состояние. Есть состояние недостатка. Не допиваем, не доедаем то, что нужно организму. Есть состояние избытка. И вот на этих избытках, вот когда вы попадаете уже в поле зрения врача, да, конечно, врач должен исправить. Когда наступает, загнила эта среда, конечно, врач вынужден назначать антибиотики, септические состояния, воспаление какого-то органа, будь то почек, будь то костей, будь то любого органа, конечно, антибиотики на смену приходят. Да, когда есть выраженные аллергические состояния, вынуждены назначать гормоны. Но как мы сегодня говорим, что вся традиционная медицина к нашему унынью, она построена по принципу чешешься димедрол, сильнее чешешься преднизолом, на тебе таблетка от головной боли, на тебе таблетка от давления, да, на тебе таблетки. Причины не выясняются. И вот если вы просто посмотрите на эту картинку вот глазами новичка, и вы поймете, что ваша жизненная цель сохранять энергию в своем организме, как вы будете сохранять? Пополнять ее регулярно и регулярно создавать благоприятные условия для качественного выведения всего того, что переработано. Потому что все из вас тоже, мы это за эти годы, уже 18 лет такой практики, мы встречаемся с темой, что я не врач, пусть врач объяснит, и только врач может сказать, мы там вам прямо скажем, что чтобы врач это понял, ему нужно об этом почитать, узнать, это принять и понять, что у него такая же ситуация, и он должен... То есть это совершенно другая, противоположная парадигма в нашей жизни. Вот для понимания этого первого слайда здесь не нужно никаких специальных медицинских знаний. Абсолютно. То есть ваша задача просто принять, что вам нужно восполнять недостаток и постоянно делать упор, такой же постоянный упор на ликвидацию избытка, то, что сформировалось в вашем организме. Вы же приучены чистить зубы, поверьте, вы же не делаете никаких соскобов с зубов, с десен. Не определяете степень загрязнения зубов. Вы моете руки, потому что вас приучили. Поэтому наша задача и сложная, и простая. Простая, потому что вы понимаете, что эти навыки нужно сформировать. И сложная, достучаться, потому что вы уже не дети, вы взрослые люди, и, конечно, вы начинаете рассуждать, и у вас начинается куча быть вопросов. Вот на этом сейчас слайде. Такой он достаточно немножко информационно накруженный, но мы хотим обратить на него внимание по одной только причине. Вот эти стадии интоксикации организма были еще описаны в 1976 году немецким физиологом, который показал, как в нашем организме происходит постепенно, постепенно формирование тех отработанных веществ. И как они уже начинают отражаться на организме в целом. Вот посмотрите, первая система. Первая стадия – это идеально, когда все идет синхронно. Когда нет никакой задержки отработанных веществ, все нормально, пришло-вышло, организм работает синхронно, как часы. Вопросов к организму нет, все замечательно. И нам очень часто тоже задают вопрос, зачем я буду туда вмешиваться, мой организм умный, он все знает, я не буду ему вмешивать, у меня ничего не болит. Это правильная позиция, однако мы при этом забываем, что мы очень сильно свой организм перегружаем различными ненужными и пищевыми веществами, и некачественной водой. Да даже просто, я еще раз говорю, элементарное функционирование всех органов и систем. У нас отрабатываются клетки, у нас постоянно сменяется одна клетка на другую. Ретроциты живут 120 дней. Куда на 121 денется погибший ретроцит? Семь дней живут ретроциты. Как они должны уходить? То же самое, как в двигателе, если вы не будете менять масляные, воздушные фильтры, не проверять давление в шинах, скажите, пожалуйста, вы обеспечите себе безопасность? Нет. Ни у кого у нас нет кнопочки, на которые бы вы нажали, называется кнопочка воды, нажали, там у вас полилась внутрь вода. Нет. То есть, вот эта такая обеспеченность, не зная элементарных процессов, приводит, конечно, к нашим последующим стадиям развития. Посмотрите, вторая стадия, вторая стадия называется уже реакция. Это уже реакция организма на накопление того небольшого количества шлаков, которое присутствует. И эта реакция проявляется самым различным образом. От банального повышения температуры, появления каких-то высыпаний на коже и так далее, и тому подобное. Насколько организм, не важно, сколько вам лет, вы сталкиваетесь с этими вещами, уже организм ребёнка говорит, всё, токсины пошли, токсины пошли. А умудряются на сегодняшний день наши коллеги сказать, что детей до года поить не надо. Что есть водичка в молоке, молоко жидкое. У ребёнка на молоке есть стул, значит, это жидкая еда. Вот у кого-то с двух месяцев у сына появилось подобное высыпание. Уже организм говорит, сегодня наша медицина очень умненькая. Она начинает назначать свечи против температуры, парацетамолы, всевозможные... Ну, всё-всё, что забивает эти признаки. А вот эти все вредные вещества, если они не вывелись, то чтобы организм ими не отравился, их нужно как-то локализовать. И вот они начинают локально откладываться, в виде различных кист, фибром, различных образований. И вот это называется третья стадия перераспределения, когда организм перераспределяет эти вредные вещества в различные свободные участки в нашем теле. И, конечно, для того, чтобы дальше отравление, потому что против этих ещё придумать ничего не смогли. Но вырастет дальше, то будут, конечно, проблемы. И посмотрите, дальше происходит накопление, насыщение этими токсинами. И смотрите, появляются признаки. Хроническая усталость, вегетососудистая дистония. Уже появляются такие проблемы с соединительной тканью в позвоночнике. Да, уже может прослеживаться какой-то там типа у тебя остеохондроз, преждевременное старение, отложение солей. Посмотрите, ещё не звучат в том виде. И в таком состоянии вы, если придёте в врачу, ну, много чего вам наговорят. Много чего. Хочу ещё вам заметить. Вот первые три стадии – это, как правило, с позиции физиологии, накопление вредных веществ в межклеточном пространстве. То есть в том пространстве, где живут клетки. А вот четвёртая стадия – это уже проникновение этих вредных веществ внутрь клетки и нарушение функции этой клетки. Поэтому и появляются те или иные проявления дисфункции этих клеток. Скажите, пожалуйста, здесь есть возрастные тоже признаки? У кого сейчас встречается хроническая усталость? У кого сегодня плохой сон? У кого сегодня уже нет сил, вялость, недомогание, головные боли? И вы тоже, наверное, скажете, что это сегодня уже и у молодых людей. Это не только удел пожилых людей, это и у молодых встречается. И посмотрите, организму как-то надо выживать, а вы ничего не делаете. Наступают, уже безбожно приходят. Пятая стадия дегенерации, когда эти вредные вещества начинают разрушать клетку. И клетка начинает вообще терять свою функцию полностью. И там, смотрите... Дегенерация разрушения. И какая разница, какой диагноз поставит доктор? Ну, к какому придёте? Вот где что болит, если у вас проблема с глазами, вы к дерматологу не пойдёте, это 100%. Если у вас выпадывают волосы, вы не пойдёте к кардиологу. Вы пойдёте там, где какой-то нагруженный орган, уже где больше прошло изменений, вы пойдёте туда. И, конечно, вас будут ждать 26 тысяч диагнозов. Я, как дерматолог, вам скажу, 1800 диагнозов у дерматологов. Только в одной дерматологии. Поэтому, что вам поставит доктор, он скажет вам, а что вы хотите? Это зависит от твоей квалификации и изобретательности. Изобретательности и беспомощности, потому что, действительно, я вам честно хочу сказать, знают хирурги, знают реаниматологи. Хирург скрыл, увидел, отрезал, реаниматолог сделал реанимационную помощь. И посмотрите, что происходит. Последняя стадия, шестая стадия, это когда уже на место поражённого органа развиваются различные опухолевые образования. И вот мы тут немного, совсем немного хотим поделиться. Это чуть-чуть. Вот мы просто готовились, готовились к этому и к этой презентации. И достали то, что вот в последнее время ко мне пришли как драматолог. Потому что есть видимые признаки интоксикации. Видимые, вот дети, посмотрите, ребёнок соска, это вообще малепусенький, тот, который ещё в период грудничка, это совсем маленький ребёнок. Эти дети, вот вокруг носоглубная складка, это под коленочками. Представляете, это бесчисленное количество. Всё, что вы видите на коже неблагополучно, это кожа включилась на выведение шлаков и токсинов. Если вы слышите, вот следующая картинка. У всех у них, как правило, типичная картина крови. Густая вязкая кровь, малоподвижная. Вот у всех практически пациентов такая картина крови. А вы прикиньте, вот это месиво, которое состоит из эритроцитов, они должны принести, главная их функция, принести кислород тканям. О каком насыщении кислорода будет идти речь? Посмотрите. И главное транспортное средство, которое доставляет всё необходимое клетки, это капилляры. Вот они так в норме выглядят. Это хорошая картинка капилляров. Но мы часто видим, вот это нормальная картина уже капиллярного русла, это то, что мы видим с помощью микроскопа. То есть капилляр – это последняя инстанция, которая принесёт кровь, она должна быть эритроциты, должны быть расклеены не такие, какие вы увидели, потому что там кислород. В крови, в самой плазме идут необходимые, уже переработанные, растворённые, через прошедшие, через все стадии расщепления необходимые продукты питания, они должны попасть в клетку. Вот при такой... К сожалению, мы не так часто видим такие капилляры. Я очень часто вижу вот такие капилляры. Видите, мы видим контуры капилляров, но они не заполнены. Представляете, это капилляры мозга. Это полислое густой крови. Вот, капилляры мозга. Есть у нас такая возможность, мы это оцениваем, уже второй год за этим наблюдаем, и дим удаётся, что всякий раз люди начинают задавать вопросы, сомнения. Ну, если в капиллярах столько мозга, то, конечно, мозг уже... Нередко мы встречаем и такую картину. Это капилляры сердца, кстати. Это капилляры сердца, когда уже вот это чётко затрамбированы мелкие сосуды, капилляры. Ещё речь не идёт об инфаркте миокарда, но уже есть предрасположенный капилляр. А это вот такие вот капилляры, представляете, такие эритроциты хотели проникнуть через этот капилляр. Но он же не безразмерный. Посмотрите, его-то диаметр может пропустить эритроцит вот только в такой форме, вот в такой они пойти не могут. Но не в такой куче большой. А в такой куче они пройти не могут. И представляете, клетки задыхаются, клетки не питаются, клетки не очищаются. И вот такая картинка – это человек, который уже перенёс инфаркт, уже перешёл через 2 года, пришёл спрашивать кардиологу, а что же мне теперь делать? А что тебе делать? Посмотрите, если вся периферия, которая должна нести, забрать и принести, она находится в таком уродливом состоянии. И мы все прекрасно понимаем, что наша жизнь – это жизнь наших клеток. То есть все процессы происходят в клетке. И от того, как клетка будет питаться, так будет наша жизнь. То есть вот всё, что мы получили, питательные вещества, кислород, это всё должно быть доставлено в клетку. Представлю себе на минутку, вы сделали всё, чтобы у вас были хорошие сосуды, чтобы у вас была хорошая жидкая кровь, которая движется по этим сосудам. Всё нормально, всё это пришло до клетки. Но здесь стоит вопрос, а как это через мембрану клетки пронести всё внутрь клетки? И вот здесь на сегодняшний момент у нас есть тоже уникальное средство, которое помогает это сделать. Потому что в 1957 году учёный открыл электрический потенциал наличия двух очень важных микроэлементов, таких как калий и такие как натрий. Их взаимосвязь. 40 лет он работал над изучением, и только в 1994 году ему присвоили Нобелевскую кремию. За это открытие натриевого насоса. Вот как раз эти два важных макроэлемента, как калий и натрий, их соотношение запускает возможность зайти, вот они заходят всё, что нужно, и выходят при соотношении трём к двум. Три молекулы натрия и два, две молекулы калия. Но в нашей повседневной жизни натрия очень много, мы его употребляем с пищей много, но у нас всегда имеется дефицит калия. Поэтому в нашей постоянной жизни калий просто жизненно необходим. Поэтому у нас появился и появилась такая возможность, как осуществить доставку калия и натрия, вернее, отрегулировать этот насос с помощью обеспечения восполнения дефицита на сегодняшний день, ну, тотального практически дефицита калия, который представлен вот в такой уникальной форме, которую мы с вами знаем как пентакал. Чем она уникальна? Она уникальна тем, что там калий посажен на витамин С, это как транспортное средство, и всё это доставляется прямо в клетку. Различных форм калия много, но вот такая форма, она самая эффективная в плане доставки именно клетки. На сегодняшний день мы хотим представить вам идею и вот именно эту философию, что организм наш единое целое. Мы не вытаскиваем за уши одни сосуды, почки, желудочно-кишечный тракт или кожу, или кости. Нет, все 12 систем взаимосвязаны. Но если вы помните первый слайд, мы говорили, что именно желудочно-кишечный тракт и почки – это главные дирижёры на выход, с использованием, естественно, сосудистой системы, лимфатический на вывод этих токсинов. Вот эта схема взята из основ восточной медицины, и там чётко, хорошо представлена взаимосвязь всех органов и систем. И мы даже говорим о том, что вообще кто понятия не имеет ни о какой восточной медицине, и по-разному к этому относятся, вот представьте, что это просто картинка в разрезе нашего организма изнутри. То есть у нас у всех есть, естественно, печень, желудочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь, тонкий кишечник, поджелудочная железа и толстый кишечник, то есть они представлены, сосудистое русло и, конечно, мочевой пузырь вместе с почками. И смотрите, они все взаимосвязаны, они все отражаются друг на друге. И когда мы сложили вот эти знания, теоретические, практические, когда уникальный продукт в компании у нас, он абсолютно эффективный, он абсолютно безопасный, потому что продукт проходит массу сертификации, одобрений и чего-чего только нет. То есть нас устраивало этот подход к такой вот философии, комплексный подход. Ну, нам нужно было просто сложить это в один, в единый такой пакет. И пакет получился, он назывался Coral Detox, куда входил обязательно объем соответствующего воздействия воды, коралловая вода. На чем мы сейчас работаем? О том, чтобы, вот, практика нам показывает, даже старички, которые в коралловом клубе уже не один год, не допиваем мы воды, даже те 30, которые говорили, миллилитров на килограмм веса, и это такая проблема, особенно если приходят к нам новые люди, они вообще не имеют этой привычки, и, конечно, у них масса-масса вопросов. Все воздействия на каждый отдел желудочно-кишечного тракта здесь учтены. Учтена реакция печени, поскольку в лицетине есть желчегоны, в том числе эффект, ну, это фосфолипиды, это мембраны. H500 – это самый уникальный и антиоксидант, и мы проводили... Антиржевчина, собственно. Да, и мы проводили очень интересные исследования в Новокузнецке на кафедрах, лабораториях, когда был оценён эффект от коралловой воды вместе с H500, его эффективность именно вывода водорастворимых токсинов. Это помощь поджелудочной железе в виде ферментов, и, конечно, вот та большая обойма клетчатки, которая на сегодняшний день у нас представлена очень широко разным продуктом. И вот уже в новой комбинации, которую мы всё-таки настояли, и очень динамично развивается у нас вот вся эта помощь со стороны компании, сегодня это всё объединено вместе, и будет изменена форма, коробки, описательная часть, продукт называется Coral Detox Plus, куда вошла всё-таки люцерна и пентакан, учитывая вот эту философию калий-натриевого насоса, потому что здесь улучшается эффективность этих показателей. И вот результаты тех, кто употребляет Coral Detox. Вот этот же малыш, вы видите, как изменился его фон, он употреблял, и мама давала, потому что, поверьте, разумная мама и помощь ребёнку. Вот эта же девочка, посмотрите, как изменился её клиническая картинка, вот в таких вещах. Но, когда мы говорим, тоже задавался у нас вопрос, с какого возраста, представьте, вспоминайте первую... Молодь с соской. Да нет, наш первый слайд, что если это с детства начало... У кого-то и не было в детстве таких высыпаний, что-то было своё, что-то другое. Но вы сегодня знаете, что у нас и у детей сахарный диабет, и детские онкологические центры, и бронхиальные астмы, чего только нет. И мы говорили о избыточной массе тела. Поделился человек, вот этот... Это девушка. Девушка, которая измените, посмотрите, какой её вид был в 16-м году. За 3 года она сбросила как минимум 10 или... Ну, это совершенно... Человек пришёл в компанию, у которой было уже накоплено столько шлаков и токсинов, что там уже амбулаторная карта, что называется, живого места не было. И человек, который... У которой Core Detox Plus в постоянном режиме даёт вот такие потрясающие, конечно, результаты. И посмотрите, пожалуйста, как выглядит типичная картина... При регулярном употреблении вот этого продукта Core Detox. Смотрите, вот это реально правильная, красивая, хорошая картинка крови. Причём, когда мы всякий раз видим это у своих клиентов, вы знаете, вот прямо душа поёт и радостно. И когда мы спрашиваем, а что же изменилось? И, конечно, вот этот список всех тех состояний, которые... Которые ушли. Которые ушли. А самое дело, посмотрите, как изменяется... Картинка крови капилляров. Вот это слева до Пентакана, а это после Пентакана. Мы видим, увеличилось количество капилляров, улучшилось их наполнение. То есть Пентакан чётко показал, насколько он улучшает кровоток. И не только кровоток, а, естественно, и поступление питательных веществ в клетку. Поэтому я горжусь, я рада за вас, за всех. Что у нас появился такой продукт. Такой продукт Курл Детокс Плюс, который, наконец, включает в себя все звенья, все звенья, главные звенья нашего... Действующие на главной системе жизни и развлечения нашего организма. Субтитры создавал DimaTorzok